I have ways of blowing things up. И теперь давайте зайдемте в опции. Тут можно выбрать русский язык. Тут же опять, смотрите, отображаются шрифты. Если мы выбираем русский, посмотрите на это ублюдство. Просто самое простенькое, самое... Блин, они выглядят просто отвратительно. Я не знаю, сколько здесь будет текста в этой игре. Давайте хотя бы начнем играть на красивом. Потом, если это будет необходимо, мы переключим. Если будет прям много-много чего. Но просто не хочется сейчас переключать с английского. Он выглядит очень красиво, очень атмосферно. И очень подходит под эту игру. Опять же, по звуку мы сейчас тестим. Музыка, тут все это. Вы знаете, первая серия всегда притирочная. И также обычно у нас первая серия часто бывает посмотряшкой. Почему-то мне кажется, что я захочу пройти эту игру. К тому же мне ее очень долго рекомендовали. Поехали. Начинаем просто новую игру. В стиме в рекомендациях мне говорили о том, что она вроде... Ну, рекомендации говорили, что она похожа на Ори. И похожа еще на каких-то пару вещей. Но вы знаете, как стим рекомендует, не всегда адекватно. Поэтому будем смотреть уже из того, что есть. Пока что выглядит классно. Ну, такая... Сеттинг зимний. Не знаю, как тут будет по графонию. Ну, выглядит все очень красиво. Опять же, графика выкручена на максимум. Но игрушка, насколько я понимаю, Индии. Поэтому не будем слишком жестоко к ней относиться в плане того, что вы тут могли бы лучше, там могли бы лучше. Давайте дойдемте до геймплея, а потом уже посмотрим. О, это уже я играю. Первая глава. Шифта у меня, по-моему, нет. О, я могу прыгать. Прыгать я могу не постоянно. Есть небольшая задержка. А куда мне... Что мне... Блин, красиво. Просто мышью крутишь, и у тебя не интерфейс, и ничего. Оно очень кинематографично выглядит. Если так пойдет дальше, то у меня будут очень красивые превьюшки на эту игру. Ну, ладно. Погоди, они... Не, ладно. Не по этому следу. Пойдемте туда наверх, с горки посмотрим, куда нам надо. Вон туда по камням вперед. Пойдемте, в принципе. Да, на левую кнопку мыши мы просто лаем. Мне нравится, кстати, формулировка про лис, потому что говорят, что это собаки с кошачьим программным обеспечением. Так что... Это все мне немножечко, капельку напоминает Стрэй. Я понимаю, что это лиса, и что это не тот сеттинг, но почему-то у меня такой вайб, как будто я немножечко в Стрэй играю. Хочется продолжения Стрэй. Но ни в коем случае не говорю, что эта игра как-то хуже или лучше. Я пока что про нее еще ничего не знаю. Просто делюсь своими впечатлениями. Будем посмотреть. Я бы, наверное, не отказался под какого-то шифта, но это уже скорее баловство, так скажем. Это бы разрушило атмосферу. Если бы он сейчас внес все очень быстро, потому что по такому снегу особо быстро, по-моему, и не поносишься. Кстати, ребят, пишите, у кого эта зима была снежная, у кого не очень снежная, интересно знать. Так, это пещера. Ну, вроде как, куда-то притопали. Я надеюсь, что и дальше интерфейс останется таким же минималистичным. Это просто обалденно выглядит. Ну, или, по крайней мере, пусть он будет динамический. То есть, появляется, исчезает в нужные моменты. Обожаю, когда это классно сделано. Так, привет. Похоже на какого-то монаха. Тут завалено. Он мне носом показывает, куда надо, или? Ну, это, конечно, скелет, все дела. Но это как-то не зловеще. Окей, это... Здрасте. Посох. Так я лаю, а так я могу подобрать. Ну, окей, я понял. И... Да? Я же не пролезу... Я пролезу тут? А где наш друг Алека? Вон там, за углом. В этих останках кто-то был. Пожалуйста. Я так понимаю, что камушек одноразовый. И теперь посох... Ага. Раз, два, три, четыре... Семь... Четырнадцать... Двадцать восемь. Двадцать восемь таких... Таких или почти таких монахов у нас будет. Ну, или люди, по крайней мере. Понял. Нам слегка намекнули. Что и как. Хорошо. Это интересно. Это будет наш... Уж не знаю, насколько это коллектабл или цель игры. Посмотрим. Пока что выглядит интересно. Да, посохи одноразовые. Потому что камушек в них выгорает. И все. Ох ты ж, его. Здрасте. Там это ловец снов или... Нет, вряд ли это ловец снов. Это сохранение, да? Погоди, ну-ка еще раз. А тут у нас что тогда? Я понимаю, что мне туда... Я видел там эту вещь. Мне просто интересно. Музыка шикарная, кстати. Я не знаю, насколько она слишком громкая и не слишком. Я ее сделал немножко потише. До этого я тестировал, как она идет с голосом. Вроде как она не очень заглушала. Но если сейчас музыка очень громкая... Знаете, тогда минутку. Мне кажется, будет немножечко... Просто, чтобы она была более фоновая, эта музыка. Или она нужна для величия момента. Не знаю, посмотрим. Просто мне лично она становилась уже слишком громкой. Я нашел своего духовного собрата. А я так не умею, дружище. Ладно. Гардиан Фрготы. Ночивка открыта. Я могу спуститься вот так. Вот он. Мне с ним дальше таким образом общаться. А, каждый раз приходить в ту локацию, где он находится. Наверное, с той стороны. Сейчас попробуем. Воду же я могу. Могу. Почему я даже плавать умею? Красота. Это смешно. Ну, я понимаю, что так и есть. Но просто смешно. Так. Сейчас нас обучат зампаркура какого-нибудь. Как это все правильно перепрыгивать. Ну, мы можем туда. Но нам же нужно сюда. Нет, стой. То, что я вначале говорил, что есть некая минутная, ну, не минутная, секундная задержка. Нет, ну, пожалуйста, запрыг. А тут можно забраться. Видимо, да, кстати. К управлению пока что есть парочка вопросов. Ну, вот он. Я его вижу. Я аж почти наверху. О, отлично. Он ускакал. Вон туда, вниз. Ага, понял. А с какой высоты мне можно безопасно? Не буду сильно экспериментировать. Не хочется портить, так скажем, впечатление от первой серии. Будем идти, проникаясь всем тем, что здесь происходит. Смотрите, как сюда он убежал. Не хочу лапок мать в мои ночи лишний раз. Чуть-таки зима-холод. Зима-холода. Одинокая лиса. Ходи туда-сюда. Ладно. Легкое помешательство. На холодной почве. Обращайте внимание. Я что, круга ляда? Мне куда-то... Я же отсюда пришел, так? Или мне сюда? У меня же ни карты, ни чего. Бесит, что вот на выход escape не работает. Он только на вход работает. Да, я вот отсюда пришел. То есть, там можно просто кружка навернуть. А зачем? Как-то наверх можно попасть. Опа. Тут уже не прыгнул. Ну ладно. Сейчас будем смотреть по пути, куда... А, стоп. Вон местечко. Тут? Ну тут же ничего нет. Просто кусок льда. Вот здесь есть что-то. Вот здесь есть. Переход, не переход, непонятно. Так, а что вы мне предлагаете? Погодите. Нет, вот тут у меня выход. Что, блин? Наверх. Я что-то где-то упускаю? Погодите. Ну тут место, на мой взгляд, очевидное. Может там покапкать надо будет сверху? Сейчас посмотрим. Вот сюда вот. Офигеть. Просто проход мимо которого я два раза прошел, его не заметил. Хотя он очевидный. Блин, бред какой-то. Ладно. О, мне наконец-то дают shift. Я просто практически с начала серии уже минут 15 shift держу. По привычке, чтобы быстрее передвигаться. Но его мне дали только сейчас. Будут моменты, когда мы будем просто съезжать на заднице. Я понял. Я бы тут, кстати, осмотрелся бы повнимательнее. Потому что вполне могут сюда еще человечка вкинуть какого-нибудь. Но хотя... Нет, я думаю, что это ознакомительная локация. Вон он сидит. Ну, хорошо. Ничего так у вас тут автоматика. А я тут, а я тут поеду, да? На Q еще можно гавкать. Не только на кнопку мыши. ты бежишь слалом вот погоди а тут раз два три три разных дар 1 пойду за ним что он хочет мне показать другая часто да подожди раз ты тут сидишь подожди я сбегаю посмотрю кое-что ага видал видал я сговорил что не все так просто съезд один по которому мы пришли на подъема то 3 где наш вот он чебурек которого надо воскресить и теперь тогда вопрос них будут показывать прямо в той же очередности каких поднял или ну то есть я буду видеть пропустил я кого-то или нет во что мне интересно 2 кстати когда я жду он просто садится хорошо я надеюсь что очередность мне будут показывать ну то есть хотя бы чтобы я знал пропустил мне или нет местом но очевидно но не совсем очевидно и поэтому будет но будет по моему как с воспоминаниями в строй когда я почти почти все собрал ну где-то один или два мне не хватало там просто было обидно поехали дальше спасибо что подождал это было важно опять же да сама игра давала еще подсказку что вот он тут ждет значит тебе нужно бы что-то сделать потому что вот вот сейчас назад вернуться уже невозможно в принципе механики понятно пока что из того что есть тут кусочки с этого съезда ледового офигеть как красиво офигеть как красиво ну если понимаете я сижу в теплой комнате если не брать в учет то что там зверски холодно я же думаю он же приспособлен к этому он там живет это его дом у него шерсть то есть если не брать в учет вот это вот момент что просто холодно то тут очень красиво есть некоторые текстурки на которые он не цепляется он просто съезжает с них и все посмотрим надеюсь мне это в будущем никак не аукнется тут просто очень широкая территория боюсь что-то пропустить так тут невидимая стена все туда мне не дают эти хорошо пойдем сюда значит очень не хочется что-то пропустить по невнимательности поэтому территория просто широкая здоровая такая потому что тут вполне может что-то находиться ну вроде нет поехали еще покатаемся сохранение в поездке прошло погоди зачем а почему то есть была территория после которой прошло сохранение мой игровой опыт не подсказывает что я что-то упустил ладно так жилье ну тут прям близко ну тут прям близко было сейчас посмотрим это треть а вот кстати и лисец наш сидит сверху что что-то разблокировано было ну три мы вытащили мне показали что три поехали дальше кружище давай веди можно эти льдышки просто использовать как шорткаты вот такие чтобы по ним кататься где наш дух не буду его слишком запахивать не пропускают спасибо спасибо какие-то слова наставления отвечу не знаю что я ответил что-то ответил мы с ним практически на перегонки на 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 фух ладно вода привет дружище я понимаю что мы все тут вот прям что-то важное погоди ты же не хочешь мне сказать что ты мрешь красный синий лис у нас на загрузке кстати а значит скорее всего но так мы будем играть за рыжего за красного и не не дружище нельзя так живи давай давай просыпайся ты нам нужен чем ты это вторая глава еще тут сохранимся да я так понимаю до сохранились начало второй главы давайте тогда на этом пока что и остановимся не знаю пока что очень классно очень атмосферно я даже пока что не знаю чего дальше ожидать это приятно то есть игра чем-то смогла немножечко удивить я лично буду очень сильно ждать второй серии поэтому увидимся там пока что спасибо что были с нами всем удачи добра бобра все молодушек всем покеда а а Субтитры подогнал «Симон»